Примерно каждый десятый российский военный в зоне боевых действий курит марихуану, а многие употребляют и более сильнодействующие вещества. Российское здание Верстка поговорило с десятками военных, волонтеров и местными жителями на оккупированных территориях и выяснило, как российские военные совмещают боевую службу и употребление наркотиков. Большинство собеседников Верстки рассказывает, что наркотики на оккупированных территориях и у линии фронта достать легко. В зону боевых действий их часто привозят сами военные, достают через людей, которые пришли служить уже зависимыми или имеют свои каналы поставки. Сразу несколько военных рассказали, что получали запрещенные вещества через волонтеров, которые возят на фронт технику и предметы первой необходимости. Однако волонтеры якобы ничего не знают, наркотики просто кладут в вещи, которые военным передают друзья. Но в основном запрещенные вещества по словам контрактников, с которыми пообщалась Верстка, продают местные жители, а местные таксисты могут привезти их прямо в часть, более того, могут доставить прямо в окопы. Как правило, такие курьеры тоже из местных, но, как говорят военные, за свои услуги берут дорого из-за рисков. Что касается цен на наркотики, то на оккупированных России территориях, в частности на Донбассе и в Запорожской области, они стоят в 2-2,5 раза дороже, чем в российских регионах и даже дороже, чем в Москве. Но, как отмечает Верстка, российские контрактники иммобилизованы, могут себе это позволить благодаря большим выплатам от государства. Купить наркотики можно через телеграм-боты, переводом с карты на карту. Как рассказывают российские военные, проверок на психоактивные вещества, особенно на передовой, почти нет. Но если на употребление все же поймают, то, вероятнее всего, отправят в штрафбат, в отряд «Шторм», так называемый батальон для косячников. Туда попадают за пьянство, мордобой, хулиганство, за все, что в гражданской жизни дают сроки. Как отмечает Верстка, то, что улеченных в употреблении наркотиков отправляют на передовую, а не под суд, видно и по решениям гарнизонных судов, 12-й граничных с Украиной и южных регионах России, где количество дел о наркотиках осталось прежним или упало по сравнению с довоенным 2021 годом. И журналист-фрилансер Андрей Каганских присоединяется к нашему эфиру. Андрей, здравствуйте. Привет. В статье говорится, что наркотики употребляют больше мобилизованные, а не контрактники. Объясните, почему? Контрактники, с которыми мы поговорили, говорят, что они слишком профессиональные военные, чтобы употреблять наркотики. Ну и действительно, например, в тексте есть история мобилизованного из Сибири, который прямо в окопе курил соли, альф-ПВП. И с контрактниками нам таких средств собрать напрямую от наркопотребителей интересных не удалось. Но, может быть, они просто защищают свой престиж. Защищают свой престиж. Но, тем не менее, вот в статье говорится о том, что больше употребляют мобилизованные и мобилизованные, которые употребляли, в принципе, эти наркотики и награжданки. Как они, в принципе, не проходят никаких проверок, как они попадают тогда на фронт? Да, совершенно верно. Во время мобилизации в России в прошлом году мобилизованных практически не проверяли наркотики. И из-за этого много наркопотребителей попали на фронт, где они продолжают употреблять наркотики, где они не изменяют своим привычкам, просто переплачивают за вещества. А проверки? Они же должны пройти какие-нибудь медицинские свидетельствования, пройти тот же военкомат, пройти целую медкомиссию. Что там происходит? Никто этого не замечает? Мы все видели в прошлом году, как проходят медкомиссии на частичные, так называемые, мобилизации, а потом, выражаясь цитатой героя из текста, с банкой и тестами, в смысле тестами наркотики, за ленточку, то есть к линии фронта, уже не проехать. Тем не менее, один из собеседников Верстки, вот в этой статье говорится, что сообщил, что на фронте наркотики употребляют 10-15% в каждой дивизии. Как по мне, количество там огромное. Есть ли объяснение, кроме того, что тех людей, которые употребляли и до фронта, для чего российские военные это делают? Тоже процитируя героя, нашего собеседника, мобилизованного, молодого, он говорит, что главный драйвер употреблять наркотики – это скука, когда ты неделями, днями сидишь в окопе, ничего не делаешь, постреливают где-то, не знаешь, чем себя занять. И тут служивец привозит соли, и на фоне скуки даже риск сесть на измену, то есть словить от Альф-ПВП приступ паранойи, кажется уже не такой плохой судьбой по сравнению с этой смертной скукой. Слишком скучно, поэтому употребляют наркотики. А вообще можно вот это посчитать? Какая методология? Узнать, сколько военных употребляют наркотики, какой процент? Слушай, ну мы, учитывая, что война как бы сейчас идет, самое глубокое, что мы могли сделать, это спрашивать оценки у военных, сколько они считают в армии и сколько они видят своих сослуживцев, принимают наркотики. Они, конечно, были с небольшим разбросом, но вот цифра, которую мы приводим в тексте, она верная. Но, к сожалению, нет никакого там, не знаю, форума в интернете, где военные отчитываются о том, какие они наркотики принимают или чего-то еще. Поэтому, к сожалению, мы сейчас каких-то конкретных расчетов, сколько солевых солдат в СРФ, сделать не можем. Более того, в России в целом плохо обстоят дела с наркотической статистикой, с статистикой того, сколько людей употребляют наркотики, сколько людей от них зависимых. Андрей, я правильно понимаю, что это в большинстве своем, это не инъекционные наркотики, то есть не те, которые там нужно покупать шприц и колоться, а те там, это наркотики, которые там в большинстве своем случае нюхают, не знаю, там курят? Все, что можно снюхать и практически все, что из синтетики можно скурить, можно и вколоть себе. Но да, истории именно про инъекционное употребление мы собрали меньше, да и я могу представить, что как найти чистые шприцы не так-то просто. То есть не зря их раздают бесплатно наркозависимым в Москве и Питере. И в Украине в начале войны была большая проблема с доступностью чистых шприцов. Местные НКО трубили тревогу о том, что будет большой рост числа новых заражений ВИЧ из-за этого. Но в целом, да, можно просто из консервной банки или банки из-под пива или из пластиковых бутылок, как у нас вся Россия курит, что-нибудь смастерить и прямо в окопе водное опустить. Андрей, объясните, если уж верить им цифрам, 10-15% в каждой дивизии употребляют наркотики большое количество, как по мне, военное начальство знает о употреблении наркотиков и их подчиненных? Да, это самое интересное, что когда военные доходят до судов, все-таки они не дают им уголовные сроки, отправляют, как вы уже говорили, в отряд «Шторм-З», где зэки и смертники, которые идут с самой первой линии на те самые местные штурмы, о которых с подачи BBC, которые начали говорить активно в этом году. И получается, что буквально за употребление наркотиков в российской армии отправляют штрафбат, по сути, на верную смерть. Я правильно понимаю, то есть военное руководство, может быть, еще и заинтересовано в том, чтобы их подчиненные употребляли наркотики, их можно отправить в этот «Шторм» и отправлять там самые опасные боевые действия? Ну, тут уже мы будем спекулировать, если будем говорить, но можно сказать другое, то, что в оккупированные территории, то есть в Херсонскую область, в Запорожье, на Донбасс, в прошлом году заехали, с одной стороны, у нас есть свидетельства, как в Херсоне люди в форме, цитата, начали ходить по местным барыгам и пытаться подмять под себя наркорынок, с другой стороны, мы видим какие-то изменения в интернете, как наркомагазы в Телеграме и из ЛДНР начали бизнес в Запорожье, в той же Херсонской области, в Мариуполе, сразу после доокупации, ой, не доокупации, простите, сразу после снятия блокады практически. И явно у нас, к сожалению, нет никаких прямо конкретных доказательств, но совершенно точно можно сказать, что все это не было бы возможно без каких-то договоренностей, либо с солдатами, либо со спецслужбами.